Стостав этого клея держится в строгом секрете, ведь от этого зависит полет. Так нас заинтриговали в мастерской Красноярского театра оперы и балета, где шьют пуанты для балерин. Вместе со звездой оперы мы посмотрели процесс изготовления невесомой обуви и покажем его вам прямо сейчас. Получается у каждой балерины своя собственная холодка, да, Игорь? Вот незадача. У народной артистки России Анны Жаровой редкий для балерины размер ноги. Очень маленький, 35-й. Здесь в мастерской для нее колодки не нашлось, но мастера все равно сняли мерки. Это будет индивидуальная работа. Это ведь уже с учетом деформации стопы идет. Вот это же не так просто подобрать. Анна – прима Новосибирского оперного театра. Все 25 лет она покупала пуанты за границей, но, возможно, скоро она будет выступать в изделиях красноярских мастеров. Сам пуант состоит из 50 деталей и нескольких видов тканей. Изготавливают их за двое суток. На первом этапе делают кожаную стельку. Можно согнуть. Ну, конечно, почему вы так сгибаете. То есть они не сломаются? Это очень хорошо. Потом из тонкой, буквально струящейся атласной ткани нужно сделать форму туфельки. Классический цвет пуант – персиковый и выбран не случайно. Он отражает блики и не слепит зрителя во время концерта. Даже сложно представить, да, что вот из этого сердечка потом появится пуант. На следующем этапе работают только мужчины, потому что тут требуется недюжинная сила. Мастеру нужно создать коробочку, на которой как раз стоит и танцует балерина. Нагрузка на пальцы танцовщицы в прыжке более 100 килограммов. Поэтому прочность и амортизация носка – это самое важное. Материалы здесь джут и мешковина. Я беру первый слой, здесь его вот так оборачиваю. Маленькая часть, тоже такой ткани, на пятачок, так называемый, пятачок. Потом берется еще один слой и уже последний, уже этап – белая ткань. Все эти слои проклеиваются секретным раствором. Нам его не показали. Но заверили, что состав натуральный и чем-то похож на тесто для печенья. А в это время прима уже приценилась к чужим туфелькам. Мне очень хочется уже примерить. Уже что-нибудь мне дайте – черный, белый, красный. Это, конечно, не мой размерчик. Кто-то любит, чтобы она немножечко была свободной, так себя чувствовать. А я люблю, чтобы она прямо, вы знаете, как вторая кожа. Но даже большие пуанты пришлись по вкусу Анне. Все из-за устойчивого носика. Предпоследний этап создания обуви – это сушильный шкаф. Здесь пуанты проводят примерно сутки при температуре 40 градусов. После печи работа остывает 12 часов. Теперь пора обнашивать. В первые часы на ноге туфелька принимает форму стопы. Но, к сожалению, пуанты живут недолго. Примы-балерины напрочь убивают несколько пар за вечер. Лилия Мишалкина, Данил Дубенко, 7 канал.